Приступаем к созданию седьмого блока. Этот блок будет посвящен нашему экскурсоводу. Давайте создадим новую строку, разобьем ее сразу же на две колонки по шесть значений. В левую колонку нам надо с вами ставить изображение, давайте сразу поставим фотографию нашего экскурсовода. Фотография обязательно должна быть квадратная, потому что при закруглении краев, скругление, бордер, радиус, будем делать радиус границ, то он будет его закруглять. Если фотография будет не квадратная, то получится, что она будет не круглая, а продолговатая. Поэтому нам нужно с вами сделать квадратную фотографию и вот здесь вот с помощью вот этого вот ползунка мы просто делаем ее круглой. Все, наша фотография готова, нажмем сохранить, чтобы зафиксировать результат. Далее нам нужно с вами будет сделать заголовок. Он будет делаться у нас опять же из текстового блока. Напишем Светлана Иванова. Иванова. Сделаем размер шрифта. Так, сейчас я посмотрю, чтобы быть точным. Размер шрифта у нас будет 34. Шрифт будет у нас Монсеррат. Монсеррат. Все, заголовок мы сделали. И сейчас нам нужно сделать подзаголовок. Подзаголовок это у нас аккредитованный экскурсовод-кандидат исторических наук. Копируем и вставляем. Можно просто в принципе продублировать предыдущее дополнение. И здесь просто изменить на наш текст. Сделаем редактор. Посмотрим здесь, что у нас применилось. Удалим просто размер 34. Оставим стандартный. И нам нужно также будет убрать... Так, минутку. Сейчас я посмотрю, какой там у нас используется шрифт. Шрифт также, кстати, используется Монсеррат. Поэтому я зря его удалил. Оставлю Монсеррат. Но у нас с вами здесь еще есть жирность. Жирность у нас должна быть 300. Так, сейчас я посмотрю. Опять же, да, 300 значений. Мы выделяем текст. Жмем стиль в редакторе. И выбираем 300. Применить. Все. Наш шрифт, подзаголовка стал потоньше. Дальше смотрим. Нам нужно уменьшить расстояние между заголовком и подзаголовком. Как это сделать? Нам нужно просто, во-первых, у дополнения сверху взять и прописать нулевые значения. Далее снимаем замочек. И вот у нижнего значения нам поставить отрицательное значение. Где-то минус 20 пикселей. Сохранимся. Посмотрим на примере. Все примерно так же. Давайте обновим страницу. И посмотрим. Все. Наш блок вот создан. Фотография с заголовок под заголовок. Далее на примере у нас идет описание. нашего экскурсовода. Скопируем текст. Давайте поставим еще один текстовый блок. Перенесем его на наш сайт. Вставляем текст. На всякий случай через вот эту вот функцию. Вставим здесь так. Краснодарского. Здесь ошибка. Краснодар. Краснодар. Краснодарского края. Так. Все. Вставили. Дальше. Тип шрифта у нас также монсеррат. Делаем монсеррат. Размер текста мы оставляем по умолчанию. И нам нужно с вами сделать его просто потоньше. Для этого мы его выделяем. Идем в стиле. Вес шрифта делаем 300. Применить. Все. Это мы сделали. И надо сделать только отступ. Отступ мы сделаем от этого нижнего. От этого под заголовка. Заходим в стиле. Пропишем везде нулевые значения. Снимаем замочек. И делаем нижний отступ пикселей. 50 будет достаточно. Нажимаем сохранить. Все. В принципе мы с вами закончили блок. Так. Сейчас обновимся. Шестой блок о нашем экскурсоводе. Давайте немножко еще я увеличу размер отступа от карты. 50 пикселей. Мне кажется мало. Она побольше воздуха добавить. Пусть будет 100. И также здесь давайте тоже увеличим. Здесь мы сделаем не 100. Так. Сейчас мы отступ. Не 100. А здесь мы сделаем 150. Да. Давайте так оставим. Сейчас посмотрим как это будет смотреться. Так. Маршрут экскурсии. Ну давайте да. Оставим побольше воздуха. Пусть будет. Чтобы дизайн у нас был воздушный. Так. Все. Мы с вами закончили вот этот вот шестой блок. Давайте на этом остановимся. В следующем видео уже разберем как сделать блок отзывы. И будем уже завершать создание нашего одностраничника. Так.